здравствуйте уважаемые слушатели и гости канала эзотерика для тебя друзья в этом видео мы с вами поговорим о денежном эгрегоре мы попытаемся вам объяснить это простыми словами чтобы вам было понятно что такое денежный эгрегор и каково его влияние на вашу жизнь вы должны понимать что финансовая удача непостоянной каждый из нас проживает каждый божий день и видит что один день что-то хорошо складывается с финансами а в другой день к сожалению какие-то неполадки и вы знаете есть проверенный способ сделать финансовую удачу верной своей спутницей денежный эгрегор он способен привлекать богатство используя его силу вы сможете какие-то в сжатые сроки выйти из финансовой ямы как мы все знаем миром управляют деньги согласны вы с этим или вы не согласны но это факт именно деньги позволяют нам удовлетворять свои желания и потребности также поддерживать свое здоровье и решать возникающие проблемы финансовая свобода это способ создать для себя и своих близких самую лучшую жизнь ну а чтобы достичь материального благополучия финансовое изобилие необходимо привлечь свою жизнь денежный эгрегор и денежный эгрегор друзья существовал испокон веков и продолжает существовать пока люди будут испытывать жажду материального благополучия выражаясь простым языком именно денежный эгрегор отвечает за материальную обеспеченность высокие доходы и успех в делах эгрегор существует за счет энергии своих участников и их финансовых желаний аккумулирует денежную энергию а также перес при перераспределяет ее между членами группы представить его можно как облако сосредоточенной энергии состоящий из мысли образов и мысли форм который именно связаны с деньгами если человек мыслит позитивном русле четко понимает что деньги это средство достижения благ а не смысл жизни вот здесь пожалуйста запишите себе что деньги это средство именно достижение а не смысл жизни то денежный эгрегор способствует при умножении денежных ресурсов если же участник группы попадает в денежное рабство то эгрегор начинает способствовать потери денежной энергии в худшем случае человек автоматически подключается к эгрегору бедности может вы обращали внимание такой ситуации что вы берете в кредит например берете рассрочку в кредит там например товар и вы знаете что у вас все право все в порядке с работой у вас все все в порядке в семье дома на работе и так далее вас все стабильно но как только вы берете деньги в кредит независимости на какие благовидные цели у вас начинают происходить ситуации и в каком-то смысле какой-то момент наступает такая ситуация что вы даже теряете свой постоянный стабильный доход вы должны понимать что в таком случае вы подключились к эгрегору бедности вы должны понимать какие какое что себя представляет эгрер бедности эгрегор богатства поэтому никогда не стремитесь брать деньги в кредит бывает очень часто не хватает условно 10 долларов вода в магазине и мы дом эх возьму-ка я в рассрочку тот тот же холодильник или телевизор а через месяц я рассчитаюсь полностью вид как бы беспроцентные кредиты вроде все хорошо и меня хорошая кредитная история но вы должны понимать что таким образом вы как ключиком запускаете механизм и подключаетесь к эгрегору бедности вы должны это понимать поэтому если у вас есть на данный момент кредиты и вы хотите уже какие-то новые блага рассчитайтесь по старым обнулить и все и только после этого начните покупать то что вы хотите никогда не стремитесь покупать многие вещи в кредит не нужно вы должны понимать что денежная энергия она сама по себе неравномерно вы сами это видите да одни люди богаче другие довольствуются скромным жалованием а 3 вообще утопает в кредитах и каких-то микрозаймах уровень дохода зависит от во многом от умения управлять денежными потоками от ширины канала денежного потока и от скорости движения денежной энергии если вы хотите быть богатым и независимым человеком вам нужно работать с энергетическими каналами и взаимодействовать с денежным эгрегором вы конечно спросите ну а как же подключиться к такому эгрегору эгрегору денег и стать богатым независимым самостоятельным и достаточным вы должны понимать что уровень богатства и уровень бедности каждого человека объясняется работой эгрегора денег поэтому мы вам советуем подключиться к источнику финансовой энергии и больше не знать нужды деньгах подключение к эгрегору прав проход именно путем мысли образов всем известно что наши мысли материальные и очень важно правильно формировать свои желания мысли намерения и желания это то что питает эгрегор если мы говорим будем проще то что просите то и получаете поэтому обязательном порядке всегда формируйте конкретные цели внося в них уточнение и все подробности а также избавьтесь каких-то деструктивных мыслей в этом вам помогут различные например медитации визуализации и аффирмации и обязательном порядке не стесняйтесь мысленно общаться с эгрегором денег денег и просить помощи в реализации желаемого вы скажете как вы можете общаться а вот себе представьте эту картинку что перед вами эгрегор возможно это будет облако видеть чего-то возможно это будет наподобие какого-то ангела как вам удобно и научитесь общаться вот вы посмотрите на маленьких детей как они играют они все придумывают какой-то образ и вместе с ним играются общаются живут обратите внимание на детей как они играют с деньгами они брут листочки от деревьев и ними рассчитываются казалось бы какие-то глупости но вы обратите внимание насколько у ребенка развит визуализация поэтому и вы постарайтесь конечно мы вам не говорим сейчас брать листочки от деревьев и те рассчитываться нет но как только вы начнете это себя представлять вы будете слышать как один деньги банкноты хрустят например как вы ними рассчитываетесь возможно вы хотите купить новую машину значит если даже представлять как вы рассчитываетесь вы получаете от этого какое-то удовольствие научитесь это когда вы начнете кайфовать вы поймете по-другому жизнь сейчас мне кто-то скажет о том ну как же я же пенсионерка ну как же я могу заработать деньги вот так вот если у вас такие вот мысли то к сожалению вы сами хотите или нет вы подключено подключены к эгрегору бедности да вот так вот поэтому вы должны мыслить по духу по другому вы не пенсию получаете вы получаете материальную помощь вы получаете выгоду и вам присылают деньги вот подумайте также пенсия и материальная помощь например или другой вариант подумайте нам как вы можете еще дополнительно зарабатывать не стесняйтесь думать может вы хотите чем-то заниматься может вы прекрасно вяжете свитера платья кофты это как вариант или вы делаете прекрасные торты вариант или вы делаете прекрасные вкусные борщи вариант предложите что вы можете готовить да это работа да это нужно делать но с другой стороны вы зарабатываете деньги где вы с ним заработали 1 доллар завтра вы можете заработать уже 100 долларов да это труд это терпение но по-другому никак если вы почитаете биографии богатых сегодняшний людей которые находятся в forbes и и так далее то вы почитайте имени их и биографии не прочитав википедии а прочитав постараться найти именно как они поднимались вы увидите что не так все было и просто и легко и сладко даже те в 90-е годы которые заработали свои первые грязные миллионы они им тоже не так уж просто и дались не подумайте что то что они сегодня имеют они такие счастливые довольны и так далее они устаю улыбаться перед людьми перед вами что у них все прекрасно у них все хорошо они богаты они сама достаточно не могут ездить за границу отдыхать и так далее но это только на первый вид на первый взгляд а если копнуть то возможно они полностью в кредитах в долгах находятся и завтра-послезавтра заберут у них последнюю квартиру которую они они заставили в долг и много-много других нюансов поэтому не радуйтесь тому что с вами живет рядом в подъезде какой-то богатый человек и у него все прекрасно вы не знаете его настоящую жизнь поэтому пожалуйста думайте только себе и обязательном порядке вы должны формировать свои просьбы эгрегору простыми словами например если вам нужно получить 600 тысяч на покупку автомобиля то просите у эгрегора именно 600 тысяч и бег избегая каких-то абстрактных сумм не всегда непонятно когда люди говорят вот мне бы нужен миллион а ты чего теми миллион ну вот надо а для чего вот хочу открыть бизнес вот будет миллион открою бизнес и все будет прекрасно вы знаете так никогда не будет никогда почему потому что человека нет конкретной цели и нет конкретных денег которые ему нужны нужно получить от вселенная с космоса и от денежного эгрегора пока вот так человек будет говорить то соответственно он также будет и получать для то чтобы получить человеку на бизнес деньги ему как минимум нужно писать бизнес-план где прописать от а да я начиная от свод анализа заканчивая финансовым детальным планом и он увидит что-то ему нужно денег в реальности на покупку того же например оборудование техники аренды помещения зарплаты работе комиссию хочет открыть что-то глобальное международное и так далее и дан поймешь ты ему нужен не миллион оказывается всего лишь 500 тысяч чего-то не будем вредь как какой валюты сейчас это не имеет значения понимаете поэтому когда каждый из нас что-то хочет он должен более конкретно вы хотите купить машину пойдите посадить в автосалон и какая вам нравится машина почитайте в интернете проанализируйте подход ли вам нужна такая машина потому что у каждой можно есть своя комплектация даже самые дорогие машины они отличаются и поэтому вы должны ознакомиться и понимать сколько вас во обслуживании такая машина и вы начнете так вам нужно столько сколько вам нужно в месяц зарабатывать такой период вы сможете заработать так далее пропишите себе маленький бизнес-план вы должны понимать что как только вы в своей голове начинаете делать структуру знаете как книгу писать у вас потихоньку все начинает проявляться люди могут позвонить предложить вам работу или какой-то дополнительный заработок или вы познакомят вас людьми которые вас также еще проконсультируют и объяснят и докажут что лучше вот это они этот вариант вы должны понимать что как только вы даете задание вселенной она также выполнять но как вы задали команду дали задание вот так же самое и выполняется но это же вы должны понимать что люди которые по тем или иным причинам имеют просроченные долги или кредитные займы начали нужно отдать эти деньги и только потом подключаться к денежному эгрегору для чего для того чтобы не нарушать баланс энергии настрой и мотивы которые побуждают вас к достижению успеха обладают колоссальными силой помните об этом не стоит представлять что без денег вы окажетесь в нужде воображать и что будет когда вы станете богатым человеком как вы будете себя вести как вы будете общаться с людьми что вы будете тратить деньги конечно же не забывайте благодарить эгрегор за помощь и конечно мы рекомендуем вам первое время не просить слишком много вначале вам нужно наладить вообще контакт с эгрегором и получить найти вот такое вот его покровительство ограничивая самым нужным и необходимым вы должны знать и вот почувствовать вот этот эгрегор почувствовать эти деньги от вы зарабатываете да вы должны поймать она для нормальной хорошей жизни вам нужно вот столько-то отлично а если я начну столько-то зарабатывать значит я могу сделать одно второе третье десятое в обязательном порядке подумайте и когда вы станете фаворитом денежного эгрегора вам будет казаться что вам придется придерживаться каких-то правил а это правильные ваши мысли адекватное отношение к деньгам и тогда к вам придет успех вам придет финансовое благополучие вы должны помнить что деньги это лишь средства а не цель вот вот прямо себе запишите это не цель это лишь средства вы должны понимать что мы живем для того чтобы зарабатывать а зарабатываем для того чтобы жить чтобы жить прекрасно нам дана одна жизнь и мы должны прожить великолепно чтобы на старости лет когда мы уже будут последние наши дни а к сожалению хотим этого или нет но каждый из нас уходит в мир иной чтобы мы могли вспомнить то прекрасно не так как мы прожили с тяжестью целую жизнь до были одни и проблем потом другие потом третье как вот у нас всегда так было давайте будем меняться и будем меняться с позитивной начнем с маленького почти почищу на типа шажок за шажком как мы видим дорогу когда мы становимся на путь дороги до любой дороги мы только видим ее какая-то часть мы начинаем идти мы видим ага тут есть перекресток тут есть магазин да там есть аптека а там еще что то есть вот так и в жизни только вы должны по-другому немножко думать мы надеемся наши советы наш наши рекомендации помогают вам жизни но сами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь наш канал ставьте лайк этому видео обязательно смотрите другие канал видео на нашем канале но мы вам желаем финансового благополучия дружить с грегором богатства и мы услышимся в следующем видео пока пока